Асимметричный удар, успеть до 20 февраля. Спустя 35 лет Армения и Турция решили открыть границу по мосту села Маргора, по которому Армения передала Турции 100 тонн гуманитарной помощи. До этого Никол Пашинян взял благословение президента Ваагна Хачатряна, который сказал, что Пашинян все делает правильно. Переговорщик от Турции Сардар Кылыч поблагодарил за это новоназначенного замминистра и до Армении Ваана Кастанина и своего коллегу, вице-спикера НС Рубена Рубиняна. Рубинян и Кылыч ранее договорились, что граница может открыться для граждан третьих стран. После землетрясения на Армянском Нагорье ее открыли для гуманитарной помощи. Но вполне можно предположить, что следующим актом станет переправка через границу гуманитарной помощи третьих стран. Скажем, Баку может предложить отправить гуманитарную помощь Турции из оккупированного Кашатага через Джермук Ерасхмаргора. Как раз недавно посол России Копыркин побывал в Джермуке, видимо, очерчивая дорожную карту доставки гуманитарной помощи из третьих стран. Поскольку ни в Маргора, ни в Джермуке у Армении нет официальных пограничных, таможенных пунктов, то эту помощь проверять не будет. Тем более, что российские пограничники гарантируют их безопасность. И вожделенный Москвой, Ангора и Баку коридор станет реальностью. Ваана Кастанина назначит министром иностранных дел вместо Арарата Мерзаяна, чтобы он продолжал курс на полную интеграцию с Турцией. Кстати, вопрос возражений Рана тоже снял Кастанян, заявивший, что именно благодаря Ирану в 2020 году война не распространилась на Армению. Но самое главное – успеть к 20 февраля, когда в Армению прибудут европейские наблюдатели. Москва предпринимает все мыслимые шаги, чтобы не допустить изменения системы безопасности. Мария Захарова – в регионе, но Европа на этот раз непреклонна. И Москва решила сделать асимметричный шаг, пока европейцы собирают вещи, армяне, турки и азербайджанцы обо всем договорились, превратив Армению в гуманитарный коридор для третьих стран. Теперь можно менять Конституцию и объявить 4-ю коридорную республику Армения. Продолжение следует...